Кто это такой? Виталий. А это кто? Алексей Стивов. Чтобы не было недоразумения, а то имена называют, а не знают. Вчера мы... Вчера было? Позавчера. Позавчера мы на Костровом пруду работали. Времени нет, совершенно никак закончить. Там все вымыл, такие каверны, ямы. Все разобрали. Хотя нам его надо послать в храм. И мы его послали. Я ему дал свой винник и сказал, сними, все буду служить. Я его спрашиваю, так Виталий Болот? Да. Больше еще не было. Что он, как там будет? Он все время выворачивает, скажу что-то такое, а он, значит, если туда, он сразу туда. Я ничего не... И тут я... Удасть инструкции дам, инструкции, ты бы не знал, ты бы расстеленный стоял. А ты что-то делаешь по-другому. Прям, ну, на каждом шагу у меня это. Я стараюсь выкрыть. Это у него давнешнее видятие с детства такое. Все это только сколько раз уже было. И вот он приходит оттуда, и даже ты рассказываешь, что рассказываешь, кто тебе подошел. Я почему раз договор решил провести, потому что он может уехать, а дальше так еще и метро в поле. Что ты говорил? Все сказать, я не понял ничего, что я слышал. Вы смотрели и видите эти, которые... Не ехал смотреть было. Ну я имею в виду, что батюшка мне замечание делал. Ну замечание, это мне... Да, потом Алексей... Потому что в вторник пришел, а мне на вторник уже отсюда, утром рано. А в понедельник пришел я уже ночью отправил. Леша после службы подозвал, говорит, пойдем с батюшкой поговорим. Ну и все, я подошел и Леха сказал мне... Сказать, что я запомнил, сказать какие слова? То есть ты все же скажи, что сказал кто? Леха такой, ну ты конечно брат мне там по плечу похлопал. А отец с таким говорит, давай без прелюдий. Все. Что сказал? Без прелюдий, как говорится, скажи, что там начинаешь. И Алексей сказал, ну для меня конечно странные слова. Что скоро у нас придет расплата за все то зло, что вы сделали. Какие скорби причинили нам. И Игнатий, да, Володя, ты вот сейчас. Игнатий, Володя, ты вот это да. Ну и типа, что отца и Акима ни во что я не ставлю там. Ну я знаешь, это твое отношение там меньше всего. Мне касается и меня нужно узнать. Ну вот, нет, а я почему-то... То есть меня-то, ладно, если бы это касалось только меня... А вот то, что действительно, знаете, что касается там... Ты делал то, что тебе не повелено было, не просьбы там, поворачивал куда-то. Мы сами не присутствуем в богослужении. И никто меня за это не осудит. И я сказал, ты сними богослужение. Я, наверное, снимаю богослужение, стою в дверях там. А кто там впереди, как... Вот порог Ильи когда было, мне это... А я вперед не прошел, не ставил в дверях. Наблюдателя-то нету, кто зайдет и прочее. Я скажу тогда, что я когда снимал. Я снимал... Батюшку хотел снять, вот когда он читал этот канон. Ну что, не со спины, а его хотя бы уставил, что вот он... Вот снять его сбоку, так скажу. Потом я снимал вот эти вот надписи. А тебе было сказа надписью? Но мне не было сказа не снимать это тоже, Илья Тихович. Не было сказа. Зачем? Для пользы дела. Для пользы дела я снимал? Нет, неужели я... Нет, нет, нет. Ради прикола какого-то там, ради речения. Еще не было, не особенного. Ты видишь, что получается. Теперь смотрим по результату. Я же не знал, что... Нет, не знал ты. Мне надо было и делать. Вы сказали, сними богослужение. Я снимал богослужение так, как я это понимал. Все. Ну ладно, как понимал. Нише об этом сказал. Я отвечаю за то, что сказал. А не за то, как ты понял. А ты все абсолютно не так. Я говорю, ты сейчас слышал? А рядом стои, можете. А я не слышал, я в своем думал. И поэтому слышал, не слышал. Мне интересует такая, Лешина, слова. Были эти слова сказаны? Значит, теперь я скажу, что я сказал. Ну, возможно, не запомнил. Я примерно тоже скажу то, что я сказал. Я говорю... Я тоже сильно взволновался вот в тот момент. Как бы ежесекундно. Потому что, ну, есть такая определенная точка терпения. Вот. Как бы чаша, да, когда она наполняется уже. И тем более я не человек, там, Бог долго терпит. Вот. Мы-то людишки простые. И, соответственно, что я ему сказал. Я говорю, Виталий, я говорю, когда-то придет расплата. Я говорю, за то зло, которое вы делаете своими руками по приказу Игнатия Тихоновича. Вот. Я никого не перечислял. Там не было. Никого. Я говорю, я сказал, вы руками Игнатия Тихоновича. Я говорю, за те все слезы, которые, вот, вашими действиями были причинены. Люди. Так, что я еще сказал? Слезы, там, наверное, скорби. 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 Я, значит, сразу буду заходить издалека то, что большая ошибка многих, которые здесь уже были в Потеряевке, вот, ну, там, рассказывали мне. Все пытались поломать Игнатия Тихоновича. Как-то там его изменить. Вот. Ну, это грубая ошибка. То есть, для меня он родственник, дядя. Я его не пытаюсь изменить. Есть такая в народе пословица, там, горбатого могила исправит. Может быть, в данном случае она злобной будет, но я ее не со злобой. Потому что если Бог чем-то наделил человек, не умею его исправлять, соответственно, Бог зачем-то ему дал это, Бог знал, зачем он ему дал, соответственно, Бог знает, где его исправить, а где не надо исправить. Поэтому моя задача просто рассказать и пояснить, что человек с такими ресурсами, которые дал Бог, он, соответственно, мыслит по-другому. Он по инструкции говорит масштабные, то есть чисто, ну как он человек масштабный, он говорит масштабные. Соответственно, а мы люди не масштабные. И он, масштабный человек, не может видеть каких-то деталей немасштабных людей. Соответственно, ему это, ну он это может либо просто не видеть, либо ему это кажется абсурд, вообще неинтересно. Вот, ну как правило, скорее всего, вы это не видите и не знаете. Потому что, ну от вас прослучала такая фраза, такое ощущение, что я попал за зеркалие. Ну, я как-то уже вам говорил, что не вы попали за зеркалие, а вы вышли за зеркалие. Потому что вас, я считаю, там, мега-человеком, да, там, если взять в скобочках, там, вы с Марса, там, ну как будто бы, то есть там, оттуда все там великие люди, там, какие-нибудь, там, не знаю, Наполеон, Суворов, Македонский. Вот, мы простые люди. Вот, соответственно, мы, у нас планка немножко ниже и мы немножко по-другому мыслим, чем вы. Вот, соответственно, и вот эти вот непонимания происходят именно на этой почве. Значит, я не пытаюсь сейчас вас исправить там ни в коем случае. Вот, просто говорю, как есть, то, что испытываем мы. Скажите, пожалуйста, для пояснения сразу, за что страдала вакуум? Да, что страдала вакуум? Да. Ну, видишь, как. Это настолько далеко сегодня от старообрядчества. То есть, он был вместе с Никоном, правщик и клик. Увидели в разных написаниях, в разных печатаниях совершенно непохожие. Кто это делал, стали исследовать, а нам так поступило. Оказывается, приезжают греки, теперь говорят, а у нас никогда этого и не было, а чего в этом взяли? То есть, правщики книг наткнулись на то, что выправлять-то по каким книгам? Где оригинал? И речь шла не о Библии, Библии руки не брали. Речь шла о богослужениях. Два раза Аллилуйя сказать или три. Написанник, когда узнал, что нужно говорить Аллилуйя, 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 три раза. Он говорит, страшно испугался. Ну, понятно, другого-то нету. Страшно испугался и говорит, что все пропало. То, что до этого говорят, одного-лило. Их понятие такое было. Тут не масштабности, ничего нету, а не знание Слова Божия. Как говорят, нас двое востроят, а помилуй нас. И Господь, какую там самолянку, что она ему сказала-то? Совсем, кажется, ничего и нет. Она просто высказала эту мысль, которая звучала. Они знаются, а ты знаешь все и прочее. Он поставил это на место. Не то и не это. Бог ищет поклонников в Духе Истине. Это же самое, Аллилуйя, наткнулся и Никодим, когда пришел. Вот это они наткнулись на то, что они не знали Боли Божией. И решили ее узнавать через книги богослужебные. А богослужебные книги нужно сравнивать с Библией, а они не знают. А вакуум бьется два перста, а тот узнал, а у греков три перста. Это не зами персты, только волна и это, и написание Иисуса, и книги, и каноны, и аккасты какие были. Оказалось, все абсолютно под сомнением. А правщиков набрали, теперь надо показать, что правщики правят, а еще только больше портят. А какое разногласие у них было? Разногласий было много. Но главное разногласие одинаково, чтобы брали мысль, вот как, из Библии, из Библии. 12, у них ни разу слово Библия даже не прозвучало. Вообще, как будто они Библию слова не слыхали. Из-за чего было? Из-за незнания Библии, из-за мелочности. В народе сказали бы, что людям вообще не верующие до смертного угара. Сжечь человека, это как бы и не грех. Он там сказал, а тот сидит уже, уже заеден и все, и дает указание, там, дегать пролейте на гроб, который стоит в храме. А это как? Далее пишет письмо Авакум. Авакум? Это не просто какая-то фигура где-то прошла. Авакум или Авакум сегодня даже, даже в этом расходятся. А ведь мы должны посмотреть там дальше и в лужах. И он наказ своим детям духовным дает. И где топорище выдолбил там под земель и заклеил там хлебом чем. Все. И дорога обыскивает, еще нет обыкновенный топор. Внутри топорище. Это надо же, ну, годы идут. Он сидел, может быть, гвоздем или еще расклепал его где-то. И он говорит, если тебя нужно позвать, папа, позоверь. Но заранее выкопай яму посреди двора. Как ты? Ты же ходил на медведя? Так же сделай здесь. Выкопай яму глубокую. Там закопай, остро затащи кверху. Коли, и когда он упадет, а сверху хворостом, и когда он пойдет, Поп, то упадет, он пузо распорит. Это он инструкцию дает Авакум. Не коньянский Поп, да? Не коньянский Поп. А ты вокруг бегай ямой и говоришь, ах, бочка, я не знал. В своем дворе он не знал. То есть ложь, Кольба, спасение. Я тут стараюсь прячься по сегодняшний день. Сказать однозначно из-за чего, это люди были глубоко верующие. А как он Авакум уверовал? Увел, у соседа сдохла корова. Он не от Евангелия уверовал, а от сдохной коровы. И он подумал, я тоже, ну вот, жизнь вадла моя, а потом об этом как раз и идет. Прятали мертвецов, прятали больных. А когда увидел, чем закончится смертью, так а зачем тогда мне все это? И он понял, что надо точно знать наизусть псалтырь. Он его знал. У него большая память была, сила, воля. И поэтому пролог, которым этот отстал, раскол. И там участвовали старобрядцы, дометрополиты. Это не просто так, как-то до Сталин Николай от них не вылазит. Я думаю, что и жертвы были хорошие на это дело. И поэтому претензий никаких усаробрядцев не было. Я видел, когда они беседуют, и там Шерпунов, там, кажется, этот еще Андрей Кураев. Тут уже много бесед было. Ни один усаробрядец не опроверг ни одной фразы, ни одного эпизода из раскола. А я так и знал, они это сглотнут. Вот как остров, фильм. На него шли, там партия посылали. А это православное в настоящем виде Бога не знают. 40 лет уже ходят, Господи помилуй там. А человек даже не убитый еще, он даже не знал это. И поэтому ответить, из-за чего было, не знали Священного Писания. Его нигде нету. И нигде его нельзя было. А почему? В 1876-м только к народу попадет Евангелие. Народа вообще не знали. Дедушка наш читал Златоустов. Там Василий Великий, Григорий Благослов, Лифон, там много что было. Через книгу Златоусты считается. Евангелие не слышно, я не знал. Библию я слышал только, когда учился, сказали, а это толстая там книга какая-то. Гроз Бог, ты свою Библию убери. Речь не о Библии, а о сравнении как бы где-то. Поэтому я отвечу не так, как все отвечают. Каждый стоял за то, что было для него жизненно важно. Он так считал. Надо только двумя перстами. Ибо так и Христос молился. Где так Христос молился? За старые брятцы по сегодняшний день так давно нет. Где вы это видели, что Христос так молился? А именно так. А почему вы не берете меня никакого-то Федора Ефимовича, который говорит, Ян Златоуст всегда во время молился одним перстом. Мы старые брятцы. Какие старые? 989 лет прошло, да уже сто раз поменяли, что хотели. Старая это апостольская. Вот к нему и вернись. А во время на Златоуст один перстом. Это Мерников пишет, не я. Это так и было. Ну какой написано? Ясно говорит, что не левой рукой. И не мизинцем. Тут доказывать не надо. Значит указательный палец. На указательный никто. А на один палец сегодня многие покажут. Два покажут, знаете, сатанизм. Все разделили. А указательный нет. Он указывает. Указывает или на себя, или на кого-то. Вот и ответ. То есть каждый боролся так, как он понимал. То один говорил, тогда не надо никакой рекорды. Нам не надо, потому что книги католики печатали в Венеции. Католики вообще отношений к этому никакого не имели. Там типография была. В типографии в них. У меня не одна книга вышла. Больше. И я ни претензий к какой типографии иметь не буду. Они точно перепечатали то, что я им давал. Так это. Ну тут уже не перечерлилось. А, Никон, Мардмин. Ну и что? Ну оба. И Никон, и Аваку. Священники, он положил 21 на 23 года. Что Авакуум не знал? Стогновый собор, два правила еще добавил. А это же рядом совсем было. Зачем они оба пошли? Они незаконные были священники. Оба должны быть извержены, и раскола бы не было. А далее начались мучения с властями, а властью заставить. Вот когда там брали языки и вырывали, и прочее. А там вообще уже говорить не надо. Запредельно далеко от христианства. Где ты видел, чтобы ко Христу обращали муками? Авакуум писал. А иконы пишите. Какие ноги-то? Столбы какие? Столбцы, он говорит. А вы какие? Курьи ножки рисуете. И поэтому сегодняшняя, на бумаге нарисована там вся златоусть, Васильвики, это они не принимают. Вот хорошее изображение Иисуса Христа. Не принимают на бумаге. На бумаге нельзя. Только на дереве и на железе. Ну на железе имеется, где-то бронза или где-то. Вот такое вот изображение. Это не пойдет. Руки опущены. Только руки должны быть перпендикулярны. Так человек не висит. О, это бодрственный. Где это такое было, чтобы... Это тело. Тело не может висеть, чтобы руки... Ну это только спортсмен в какой-то момент может держать. Устаробряться по-другому нельзя. Если кадин зашел ко мне, так у вас голод изображен. А это нельзя изображать. Дух Святой не изобразим. А другой пришел, а у меня разные кресты. Так у вас нету даже и Духа Святого. То есть совершенно противоположное. А оба старобрятся на разного толка. А толка против? Больше пятидесяти. Больше пятидесяти. Вот и ответ от незнания Писания. Господь ответил 22-29. Евангелие 21. Заблуждайтесь, не зная Писания, не силы Божьи. Не знайте. А с одной буквы и с одной... Полторы. Ешуа. Никакого С нету. Я евреям говорю. Он говорит, откуда вызвали Иисус? Ешуа. А почему? Да потому что в греческом алфавете у них вообще Буха Святого отсутствует. И поэтому... Иерусалим. Бей, Иерусалим, Барушалай. Где вы сказали? Суббота. Шаббат. Они производятся так, как тогда, так и сейчас. Поэтому... Что тут спрашивать-то? А ты как хотел? Я Иисус. Я так привык. Я привык. А с одной или с двумя для меня разницы никакой нет. Я понимаю. И то, и другое. Это мой Иисус. А Ешуа? И так. А как правильно? Егова, Яхва или Ягва. Три произношения. Бери Грей. Как правильно? Грей. Грей-ем. А другие? Грах-ем. А другие черты? Грэ-гэ. У нас Гитлер... Как? Гитлер? Гитлер. А там на русский пишут Хитлер. Для нас даже смешно это. Какой Хитлер? Понимаешь? Поэтому мы должны посмотреть на это с сознанием, которое Бог нам дал. То и другое не так. А это Джизус. Он гречает Джизус. Какой Джизус? Иисус. Джизус. У них как написано, считать так нельзя. Нельзя. То есть, если подвести итог, как и вы всегда в проповедях говорили, что, собственно, раскол произошел породистом за два перста. Два или три перста. То есть, этим можно, как бы, определить всю сущность от этого раскола, за что они там боролись. То есть, вы только что пояснили, что Евангелие никто не знал, а боролись вот за вот такую обрядную сторону. И вы это много... Обрядовая сторона. Да. Зыграла на первое место. А почему? А в этом мы видели. Богослужебные книги. А теперь уже заново новые, кузовы, новые, старобряческие. Они разбирают. Пасхальная песня. Так. Христос воскресе из мертвых. Смертью смерть поправ. Сущему гробу живого дарова нет. Смертью на смерть наступил. Смертью на смерть наступил. Ну и наступил, это значит, и поразил. Нет. Так нельзя. Смертью смерть поправ. Нет, нельзя. Ну как нельзя. Посты там теперь всегда пользуются большим уставом. Вот у меня, он большой устав этот есть. А уставов много. Есть устав Соловецкий во время поста, либо в виде отсутствия. Почему у них ничего больше нету. То есть все благополучно должно разрешиться. Нет. Ты попробуй у нас есть вот такие. Половищок один только убери. Или без половищка. Уже молиться никак нельзя. Он у Давыда там какой-то делал или что-то. Говорит, икона только, мама умирала, сказал, что у иконы только на подоконнике. И он еще дом не построил, икону скорее. К нам приехал Саша Болотом. Ты его знаешь. В Новосибирске. Гнуси заехал в этот дом. Заехал. У вас и помолиться некому. А у нее ремонт шел, что ли, там, по белкам. Она поняла, как она ту же икону. Раз. Все. Теперь поклонился. А Новобрядца. Новобрядца за рубежная церковь. Вот когда готовили меня признать в каноническое общение. Иверская там какая икона с нами присутствовала. Пошли обедать за собой, потащили. Митрополиты сидят, епископы без иконы и обедать не могут. Как доказать-то, что бы не дало похлонники. Это самые настоящие. Это только изображения. Мы поклоняемся первообразу. А если первообразом, а зачем иконы? 300 с лишним икон празднуют. Это под разным названием. Ну, один Богородище и все. Да где-то у них названия другие. И там в Щепноховске, я считаю, что там, смотрите, страшный какой образ. Самый страшный из всех, наверное. Ни одну цыганку так не забродить. Поэтому из-за чего они боролись, у нас многократно это описано. Житие и самим написано. А в вакуум. Я считал. И вот это одно только и говорит. Ну, к чему призывает. Он прямо обращался. Ты мне, Алексей Михайлович, Михайлович, дай власть. Что я с ними делаю? Ну, перепоставили. Да, перепоставили все. Перепоставили. Сидит уже, все. Уже закоборены. Только власть дай. Еще лучше Валерий Ситроцкий пришел к власти. Лучше Сталина. Вообще ни о чем. Он прямо говорит. 90% в могилу, а 10% все равно приведем в коммунизм. А что там христианского? Я показывал, когда показывают ребенок, как завшивленный. Теперь бросают его в реку по приказанию. Это устава. Устава все записано. Меня интересует я конкретно. Что виноватый? Кому что показал? Где масштабно мысль, а человека, который рядом не видел? Вот, рассказываю дальше. Задал вопрос. Разъяснили хорошо. Значит, уяснили, да? Что Аввакуум страдал, по сути, за два перста. Не за Христа страдал. То есть, сейчас как бы не нам судить, почему это так было. Где у них была Библия? Почему они ее не изучали? Но по факту получилось так. Я уже этот вопрос тоже говорил. Я говорю, и все же это не без Божьей воли. Потому что все равно над всеми событиями Бог мог не создавать этого раскола. Не было бы старобрядцев. Если бы не было бы их, мы сейчас видим, в каком состоянии была бы одна главенствующая церковь. То есть, мы видим сейчас их состояние. И почему-то именно сейчас уже с этой позиции, своим человеческим умом, думаю, может быть, именно поэтому Господь дал появление вот таких вот людей. Вот. Потому что там за 300 лет ни одного этого ребенка там или человека не крестили ладошкой полбу. Вот. Полное погружение. У старобрядцев тоже есть свои нарушения в плане там священства ставить. Вот. Но все равно в большей степени, вот они держатся вроде за традицией, но хотя бы это у них порядка больше в чем-то, вот, чем у главенствующей церкви. И это видно. Вот. И думаю, не поэтому ли Бог как-то вот, ну хотя бы для примера, ведь Бог создал, не создал, точнее, а сектантов, сектанты появились тоже не без Божьей воли. Для того, чтобы показать православу, смотрите, как они любят Библию. Сейчас, полная тишина. Говори. Да. Ну, спаси Христос. Ты на престольную, 16 сентября-то сможешь приехать? А то тут, может быть, целый автобус приехать даже, батюшка говорит. А то сайт. Ну да. Так, а кто к нам приедет-то? Нет, к нам. А, ну понял, я же. Все, ладно, тогда видно, благодарю. Спаси Христос. Поклон вам, брат, я и тоже благодарю. Поклон передам. Поклон от Пупкова. Поклон вам от нас, от Володьи. Все, пока, с Богом. Спаси Христос. Значит, я говорю, что Господь попустил появление сектантов, чтобы был пример для православия, как они любят Библию. Вот, и уже столько примеров, я вам делился, был недавно на свадьбе. То есть, вроде небольшие, такие вкрапенные, ты понимаешь, что, ну как говорится, что что-то тут не то. Что почему вот эти себя так ведут, эти вот так вот. То есть, ну, что-то вы приоткрыли познание в Библии, значит, ну, понимание ее. И что касается вас, значит, вы знаете, что был в семнадцатом году раскол, и моей вины в этом вообще ноль. То, что я там не был, я вообще не знаю, кто такой, ни Авакуум, ни Никон. Вот, и я родился в старообрядческой семье, собственно, так же, как и вы. Вот, и я это подчеркивал, говорю, вы часто Кураеву приводите в пример, значит, он у вас как бы в авторитете, вот, в каком-то. И Кураев сказал, вот, Игнатий Тихонович, это смесь баптизма и старообрядчества. Мне интересно, почему он мне сказал, это смесь баптизма и не коньянства? Вот почему вопрос? Потому что, ну, я просто так понимаю, что там не понимать. Потому что, ну, не коньянство, а что это такое? То есть, это, это жижа. Вот, а что такое старообрядчество? Это камень, это такие вот, упертые такие. А это жижа, это вообще ничего, просто. Вот, и я не беру ваше община. Ваше община по сравнению там со страной, сколько там, можно ли, можно ли, целых там, там, не знаю, каких тысячных. Вот, и он сказал, это смесь баптизма и старообрядчества. То есть, старообрядчество, это потому что человек с характером, с какими-то устоями, чего-то придерживается, строгость какая-то есть. Да, он пояснил, когда сказал это, он впереди и пояснил. Строгость в богослужении, в одежде, во всем. А баптизм – это веетет Библии. А это любовь Библии. Вот, соответственно, я родился старообрядчества. Естественно, это раноспасительная церковь. Вот, никуда переходить не собираюсь. Вот, ну, так получилось, что, я говорю, если мой дедушка, Александр Иванович, ездил за церковью, вот, по стране, они, мало того, что за ним гонялись, и он всегда переезжал поближе к церкви. Ну, как-то сейчас, наверное, посвободнее стало и мы, уже не дети даже, а внуки. У нас уже не стоит такой целью ездить за церковью. Потому что, ну, церковь там, церковь здесь. Сейчас уже, как бы, жизнь определяет, где тебе легче, где тебе лучше. Там еще какие-то другие показатели. И вот, я решил приехать сюда. Вот, я говорю, я никуда не переходил, ничего не делал. Ну, я... Кому говоришь, не переходил, не сделал? Вот эти слова, кому говоришь? Это я сейчас вам говорю. Вот, что я, и что я... Я думаю, ребята меня это допрашивают, и там... Нет, 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 это я сейчас вам говорю просто... Никто тебя никуда не перевезет. Ну, вот, я просто поясняю. Значит, поскольку я говорю, что я не виноват в том, что было там. Но до сих пор вот эти вот две структуры, старобрячество, новобрячество, там, никонянство, еще как-то, вот, они, понятное дело, друг друга на дух не признают. Там, не мне это решать вообще. Я знаю, что Бог меня не за это будет спрашивать. Вот. И, если быть еще короче, официальная позиция старобряческой церкви, это нельзя молиться с никонянами. Вот. Но я понимаю, что когда я предстану перед Богом, то я не буду говорить. А вы знаете, вот тот вот митрополит сказал, Господи, что вот нельзя. То есть, ну, это даже здесь на земле мне уже смешно. Вот. Они могут, там, меня сейчас что-нибудь сделать, там, это, но я говорю, что я уже понимаю, что это смешно. Поэтому за детей, которыми меня Бог благословил, вот, отвечаю, я перед Богом. И поэтому я делаю выбор, делаю выбор ходить в вашу новобряческую церковь, вот, потому что я хожу к Богу. Вот. И, соответственно, я буду перед Богом отвечать. Я вижу, каких детей воспитывают старобрядцы, там, те же. Вот сейчас уже немножко уже для многих далеко это понятие. Один звук остался, если по-честному. Вот. Нет, у меня такие представления. Я знаю, какой мой дед был. Вот. И, соответственно, чтобы мои дети были как-то ближе к Богу, а не сидели дома, соответственно, я их хожу. Я знаю, что за это на официальном уровне, скорее всего, я там, ну, мягко сказать, получу там по шапке. Вот. И, естественно, ваши, я не против канала, это тоже воля Божья. Вы всегда говорите, вот, создатель интернета Тим Бернер Сли, я говорю, Бог тоже так, как это, сделал, чтобы он создал его. Но, наверное, мне кажется, Тим, наверное, уже сейчас, уже сам понял, какое он зло сделал. Потому что... Кто? Тим, Тим. Тим Бернер Сли. Тим Бернер Сли. А, ты говоришь об интернете? Да. Создатель интернета. Я говорю, что, наверное, он сейчас уже понял, какое зло он сделал. Потому что, наверное, процентов 90, процентов 90 это зла в этом интернете. Но Богу не важно. Богу важно было, чтобы он это создал. И Богу важно было из этого зла вытянуть свои, там, 15 процентов избранных. Богу не нужен, там, весь мир грешников. Вот он своих 15 процентов через этот интернет, который создал Тим, он их себе подтянет. Вот, и все. А то, что вот это зло, оно дальше длится, это я про что говорю? Про то, что ваш канал, это хорошо, да, какие-то люди придут, там, какие-то злообствующие, наоборот. Вот, но, то есть, вот этими роликами, получается, я-то хожу с чистым сердцем перед Богом. Вот, и получается, вы своими действиями заставляете, как бы, ну, меня, что ли, переживать. Вот, вот, с какого я должен приходить, там, домой и пережить, ну, как-то, все равно, что в мысли где-то переживали. Зачем? Это же не радостная ситуация, допустим, тебя вызвали, так, ты почему там, то есть, в любом случае, это негатив, когда на тебя, там, будут ругаться, скажут, я понимаю, что это, там, незаконно, там, что-то отлучат или что, но это, это негатив. И теперь я так думаю, вспоминаю, а где вот Иисус Христос, кому Иисус Христос принес зло, вот, какими-то своими действиями, там, то, что там, допустим, торгаши, выгнал, ну, так, извините, они не в то место пришли, там, для них рынок был, зачем вы сюда приперлись, он их и выгнал. Где вот еще Христос кому-то свои проповеди доставил каких-то переживаний, чтобы они, там, не знаю, вы Библию знаете, может быть, назовите несколько примеров. Миллионы, объявляю, миллионы. И теперь, и всю эту ситуацию я вижу так, что вы, вы делаете из меня Авакума, а мы только что выяснили, что Авакум страдал за два перста. Здесь, здесь, я страдаю не за Христа, я страдаю чисто за вас, вот, и мне это, мне это даром не надо. Апостол Павел говорит, вряд ли кто будет страдать даже за благочестивого человека. А тут умрет. Умрет, да. Ну, пострадает, умрет. Вот, а тут, за что страдать-то? Ну, как-то, ладно, вот, там, в мыслях себя всегда молишься, детишкам говорю, будут, там, мусульмане, там, никогда, говорю, не отрекайтесь, там, говорю, убивать, головы резать. Говорю, одна секунда, и ты на небе будешь. Вот, ладно, говорю, еще так бы пострадать. Ну, а здесь-то мирная жизнь, здесь-то я за что должен страдать-то? За их глупость, вот, это они будут отвечать, но я нахожусь в официальной, как бы, юрисдикции, вот, я никакой не раскольник, ничего. Пусть они на, в голове, решают в голове, пишут что-то там, что все, давайте объединяться, там. А кто они сейчас, я что-то понял? Говорю о нашем руководстве. То есть, если какая революция или какое-то изменение, то оно должно идти с руководства, а не снизу. Что вот, я там все, не буду ходить, ни там, ни туда, ни сюда, я там сам по себе, а я нахожусь в юрисдикции. Ну, на каком-то, в чем разговор-то у вас возникнет? Разве тут о чем-то речь, что на тебе речи не было? А речь, потому что идет служба, вот, понимаете, что я даже, допустим, ладно, праздник, то есть, это в любом случае, батюшка даже объявляет. Идет вроде простая рядовая служба. Я в этот день ездил в Мамонтово, там документы, все это, мы на службу не успевали, но я быстро-быстро думаю, ну, батюшка себе позвонил, сказал, что крест, ну, как бы, крест это наше спасение, все, думаю, надо себя заставить все-таки прийти. Еду, засыпаю, приехали в пятом часу, думаю, чуть-чуть, думаю, хоть прияду, чтобы на службе-то не стоять. Ладно, прилег, и вот тут уже через, там, 15-20 минут вставать. Все, оделся, пошел, то есть, с хорошими намерениями. И вот, там пришел, вот эти, снимает эти лица. Я говорю, если вы хотите, то есть, ну, снимайте проповедь, это понятно, это информативно. Вот, ну, это он сделал так, я не пойму, в чем зло и слезы, вот это вот. А слезы, почему, потому что, допустим, вот, слезы, допустим, мои душевные слезы, моей мамы слезы, что, думаете, она бы не хотела бы ходить, почему она должна сидеть? Да кто доставляет слезы-то эти? Разве мы доставляем? Вот и их руководство, мы с этим, с Кольнилин, да какая прекрасная переписка была, я сказал, у них благословился, у отца с матери твоей, и написал ему, нет, а почему? Потому что вы признаете равного спасителя, два и три перса, он мне больше ничего не указал, а у нас как раз так и есть. Я молюсь две персами, а ты? Ты как молишься, пальцы складываешь? Иногда вот даже пятернюю молиться. Вот такой. А ты как? Я-то ребят. У нас вообще об этом вещи нет. И у нас Духа Святаго, Господа Истинного считается. Да, считается, просто я говорю, что один епископ сказал, еще бы не пришло время, и это надо понимать, сегодня бы Путин взял бы сейчас, шашкой бы махнул бы, однако же, смотрим до сих пор беспредел, и другие объясняют, что, говорят, да нельзя так сейчас взять, убрать всех генералов. Хорошо, ты сейчас убрал всех генералов, эти за бугром-то тоже не спят, ох там напали, или что управлять некому. Говорят, сейчас уберешь, а кого на место их-то ставить? Это говорит о том, что нельзя сейчас рубить вот так вот машкой шашкой, то есть... Генералов убрать нельзя. Да, нельзя. А, мать вас, в смысле чего? Кого? Мать вас, в смысле чего? Одним махом всех голову срубил. До министра обороны Соколова, всех. И никто ничего не сказал. Главная была группировка против Горбачева. Сумель выбрали провода, посадил самолет, в один день всех снял. И все, никто не напал. Нет, это отпадает. Знаете, сегодня, говорит, хорошо, говорит, вот сейчас его там уберем, там, губернатора Алтайского края. Кто пойдешь? Ты пойдешь? Да я не знаю, как управлять. Так а что сидите тогда? Кого брать-то? Кого? Он, говорит, сидит здесь, он, говорит, хоть что-то здесь знает, как управлять. Он ворует. И говорит, наша задача, Путин, говорит, не убрать, говорит, а договориться. Выстроить с ним так отношения, чтобы он работал на нас. Вот, они жульничали, не воровали по карманам себе. Можно я поясню, Алексея, слова немножко? Скажу прямо. Мы снимаем ролики в храме, например, а им запрещено в храм ходить, новобрядцам. Этим самым руководство узнает старобрядческое, и их за это шпиняет, я вот так скажу, мягко говоря. Выговоры им делать за это. А нет, это страдает. А у них слезы. Ну подожди. Я об этом и сказал сразу, говорю, больше у него еще не очень... У нас прекрасное отношение. Его причинили зло, он страдает, возмездие рядом. А то говорит, не друг. Или человек пророческим духом, ему Бог открыл, что будет. Я говорю, вы чего городите? А то, так было, батюшка, я разбираться не буду. Я пока не уехал, я собрал. Чтобы здесь... Тим Бернерсли, но не один, а электричество, когда открыли. Давай по порядку. И что? И что из него получилось? Из электричества? Ну, там... Какое зло? Убивают на электрическом стуле? Вот это единственное зло. Какое еще зло? Да, без электричества ничего не делается. На машинах, которые с электричеством едут убивать людей. На электричестве работают все ракеты до одной. И атомные, и какие угодно запускают. Но с электричеством, без электричества шагу нигде не шагнешь. В биотоке в сердце бьются, синусоиды показывают, врачи пользуются. И интернет через электричество идет. Ты... Компьютеры все. Но ты выбирай. Как я говорил этот крестьянкин, Бог дал возможность, дал силу Духом Святым людям дать это изобретение. А уж как ты воспользуешься ножом, а ножом сколько людей убили? А мы режем капусту. Да так можно и чего угодно договориться. Дом, отдай из дома терпимости, тогда и строить не надо. Нет, здесь я сказал про интернет, потому что речь идет о ваших роликах, которые выставляются в интернет. То есть об интернет-ресурсе. Да, почему? Именно почему я сказал. Я говорю то, что интернет это неплохо. Но лично там я говорю, еще какие-то люди получили от этого неприятность. Неприятность, и я говорю еще раз, ставлю главный вопрос. Страдание идет не за Христа. И вы хоть что тут приводите. Я говорю, но это не за Христа. И да, и я сказал, я говорю, что, я это уже говорил, что согласно Библии, за все каждому придется отвечать, за все. И просто как-то свои мозги-то надо включать. Я еще раз, я с самого начала сказал, нисколько не пытаюсь переломать что-то там. Просто говорю информацию, потому что вы, скорее всего, естественно, даже понятия не имели, что вот есть вот такая ситуация. Я знал так всегда. Всегда. Сколько у... Я все всегда знал, что они это неприятны, гоняются за вами. Ну, Господь, вот радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. За что? За что? Не за что. Вот именно, что не за что. И Господь это учитывает. А больной парализованный страдает. За что? Даже делся таким уродом. И за это получают награду, что тебе перел перенес. Это больной, это больной. Не больной. А когда я тут страдаю, я говорю, я за что страдаю-то? То есть я не то, чтобы там между огнем и наковальней. Я четко сделал выбор, я знаю, Господь, все. Но когда я страдаю за вот этот просто порожняк, по-другому его не назовешь, то меня это возмущает. Естественно, возмущает. Почему? Потому что, ну, мирное время, ну, сейчас нету Сталина, нету никого. Я говорю, выдаст. 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 Это вы, которые на вас нападают и вы. Вы только. Мы-то тут ни при чем. Через это новые люди приходят. Вот крестили, сколько за последние 10 лет они через интернет пришли. Возможно. А эти-то не какие-то ассектанты, которые присвятеры. Сколько мне пишут. А кому-то, кто-то за это... Ну, это говорит о том, что есть Сатана, есть Бог, есть Свет, есть Сма. Господь сказал, что... Господь Спаситель. Что сделал? Я, говорит, разделю отца, сына, свекровку. Я мне же принес разделить. Христос принес миллиарды жертв, которые люди страдают. А за что? Спроси, за что? Она тайно уверовала. А узнали, и голову отрезали жене министра. Так речь-то идет за Христа. Да. Объясните мне. Вот вы сейчас, понимаете, вы должны что-то... Вам никогда не казалось мысль, ну почему я вот говорю-говорю, вот бараны бестолковые, а они там все делают по-своему. Ну, то есть, вы даже скажете... У вас никогда такого в мыслях не было? Я им говорю-говорю, бараны бестолковые, вот так, как это психоанализ-то работает, то есть, какие-то там, допустим, первое, они бестолатые, они дебилы, они там попорченная психика, там, четвертый путь. А может быть, я что-то не так говорю, что... Ну, как вы попробуете? Сейчас, секундочку. Попробуй объясни Назарию там, научи его пользоваться. Ну, у ребенка еще такой интеллект, он не поймет еще. На это же надо скидку делать. И когда некоторые люди, которые в этот раз уехали, говорит, такое ощущение, что он говорит все инструкции только для себя. Почему? Потому что об этом я говорил об вашем масштабном мышлении. Вот. Я иногда, иногда, вот когда там кратенько говорил, пытался пояснить, чтобы для той же молодежи... Почему молодежи сейчас неинтересно, допустим, вас слушать? А потому что много что не доходит. Вы... Мне 35 лет. Мы с вами с детства. Но от вас я как-то, может быть, слышал, может быть, не в той форме слышал тему о замужестве. Как услышал недавно от одного сектанта, Скопич у него фамилия, у него там 8 бесед. Прям нереально у меня прям в это все. Иосиф проверил там по святым отцам, по нашим, никакого расхождения, кроме там, ну, моментов, что типа мы сектантами уже спаслись там, и там еще. То есть на которые я как бы могу не отвечать. Но мне было настолько это понятно. Вот такие примеры приводил. Все. Это не говорит, нисколько не унижает вашей там славы или заслуги. Это говорит о том, что у вас другие задачи, и вы созданы для другого. А тот, тот, тот объяснил гораздо лучше и гораздо понятнее мне. Так же и с молодежью, или еще с кем-то, допустим. Кто-то говорит, вот стояли, когда с Никитой разбирались в моем доме весной, когда он там сказал это все, батюшка, батюшка раз 6, наверное, или 7 повторил. Ну, ты понимаешь, ведь без совета это, то есть я стою, я стою, как бы я это понимаю, и уже, я знаю, как психология работает, уже на втором разе, наверное, уже вот так, щелк в мозгу, все. И у тебя уже игнорирование идет на вот эти слова. То есть такое ощущение, либо тебе сказать больше нечего, либо ты пытаешься как бы вдавить, а оно не вдавливается, а оно куда-то вот сюда мимо уже уходит, потому что уже 6 или 7 раз уже говорит. Ну, то есть непонятно. И поэтому некоторые слова, которые люди говорят, может быть от своего, ну, не то что не знания, не умения правильно преподнести, вот, они просто не доходят для человека, не то чтобы игнорируются. Ну, это просто чистая, я не знаю, психология, если взять, я говорю, ребенка и взрослого. Ну, ну, просто интеллект не дорос до такого. Вот и все. И поэтому, ну, давай говори. Игнати, конечно, вот Алексей, вот один твой вид, вот, как, ну, форма одежды наша, да, церковная, вот старобрежская, и вот эти два отрока, или три даже твоих, мальчуганов, это уже проповедь, понимаешь? люди столько благодарят за, даже за то, как ты их научил на службе, вот так вот, ну, то есть, стоять, вот это все, это уже проповедь, понимаешь? Я тебе говорю, я отзывы знаю. Нет, я этим не хвалюсь, то есть, ну, нет, я не хвалюсь. Есть, есть, да, есть, так, ну, что, надо стараться лучше. Так это уже проповедь, понимаешь? Ты говоришь, за что? Вот. Так, смотри, теперь вот говоришь, уже батюшка дважды сказал, трижды, пятые, то ли давить, хоть отдавливать. Мы должны узнать, что говорит Бог нам в этом случае. Он говорит, будут они слушать или не будут, ибо они упорный народ, а ты говори, они будут бурным ветром против тебя, я вас сделаю скалою. Будут они слушать или не будут? А Геремиер, я хотел, молчать, но внутри, в костях, как огонь был разлитый, я продолжал говорить. Поэтому есть благодать, призывающая, обращающая и освещающая. Феофан Затворник это разложил очень хорошо. И поэтому мы можем сказать, у Бога это назначено. Вот у меня пришел один недавно еврей, потом сразу и вторая еврейка обратилась. Я, говорит, ходил по сектантам, все записывал, покупал книги, ничего нету. Одну вашу беседу прослушал, и все бросил только православие. И сейчас в монастыре и так не одеяны, и как через интернет. Уже все оправдано. Если одна душа обратится, все оправдалось, а их не одна. И выступает и кто-то, а профессор, доктор богословия, Бочков, отец Павел. Вот там кто-другой потеряет, и обычный, все описал какие-то. Ну, видно, сознание пишет. Ну, вот проповеди, знаете, иные, так принимают, и так. Но тысячи пришедших людей, еще из него, в церковь, и в православную, мы куда денем? Там обращаются, отец Сергий, ну, наткнулись вот такая, вот там, а кто такой? Да, вот Игнатий Лапкин, то. Ну, люди обращаются, это же еретик, это то другое. А куда они обращаются? Да все православные, говорят, в семинарии поступают, вы что, с ума сошли? Да какой же еретик к нам будет посылать? Ты говоришь, да, они доросли даже понять. Определяется по результатам. 45 лет. Я не схожусь ни по одной норме. КТ, варнат-проточная должна быть, каждый день брокер, брокераж или какой-то журнал записывать, что там нужно, предплечьим ребенку дать, я тебе нужно на анализы в лабораторию отдать. То есть, вокруг меня должно еще 150 человек работать. У меня одно доказательство. Под капельностью у меня по 95 человек не лежат, по 300 человек у меня не горят, по 13 человек не тонут. Это 45 лет ни одного заболевшего по результатам. А результаты такие, что вы мне ни рубля не дали. Я беседую не с кем-то, а с генерал-лейтенантом, прокурор края. Я говорю, Юрий Федорович, давайте так, вот сейчас все исчезло. И вы стоите вот здесь, там где-то, покупайте стол, стройте стены, и тогда будете прокурорствовать. И телефона, ничего будете, да как-как, вот так вот. А у меня ничего нету. И приезжает главный редактор сюда, газеты, у него сын у меня был, племянка Владимир Федорович, он редактор церковной газеты, это, Алтайской миссии. И он говорит, вот это вот, и называет меня такими словами, на пустом месте организовать, даже враги понимают, нету, собрались Женя, Дьяхон, Миша Никитин, ну и Павел там наш тоже выпивает. Они могут только лгать. И, знаете, он полтора часа только был прорабом, я сразу привез трудовое, смотри, вот я закончил технику, вот меня зависело пойти куда, в МВД работать? Нет, тогда никто не спрашивал, меня направили прорабом. Я работаю прорабом, вот 7 месяцев, вот 8, в это время меня призывают в армию. Это меня зависело в армию пойти? Нет? А какие ко мне претензии? А дальше я уже уверовал, мне никогда не давали им работы. И Павел узнал, говорит, да ко мне врут на каждом шагу там Женя? Врут, потому что у них ничего нет. И здесь, куда вы денете этих людей, которые через него пришли в церковь? Да не просто как. Одного Геннадия Пасты надо и доктор богословия. Мы проходим это откровение и прочее, кто это составил? А 800 сречных страниц книга, если ты с ней, кто, эта книга по слову Божьей, кто из святых отцов это сказал? А где он пришел? А почему не через другого? Богу угодно. Через кого? Другой сказал лучше, другой сказал богаче, и не подействовало. Вот у нас бактисты, двое, отец, мать и дочь. Приезжает Андрей Долгов. Я несколько раз беседовал с ними. А он говорит им, а вы знаете, что означает на правую руку на щелок? А что? Это означает, что кому поставят на щертане, тот не сможет на правой рукой коснусь и переделать крестное знамение. Вы уже антихристы, вы же не можете говорить, нет, можем, они бы перекрестились, он был тогда, вы православные. Ну, это сделал я. И все. Они православные умирают. Это Богу так угодно избрать определенный сосуд, кисточка в Божьих руках и сделал. Но какое я зло сделал, если то, что я делаю, благо, изобретение, одно из величайшихся изобретений, а оно во зло употреблено, не только во зло, и патриаршие службы, и книги, я насчитал златоустно, выставил сейчас, идет житие святых, Библия, насчитана мной, в интернете стоит, да еще сколько проповедей, ответ на 4124 вопроса, это все через интернет, 21 миллион посещений, просмотров, миллион. Поэтому я и пояснил, я говорю, что Богу не важно, что 90% зла, он свои 15% избранных, через ваш канал, еще через кого-то, он их поймает, ему это и нужно, а все остальные ему не нужны, которые не избранные, зачем? Но люди естественно под действием дьявола превратили, и надо это признать, что зла там больше, чем вашего добра. Ваше добро, это как там капля в океане, это статистика, тут зачем с этим спорить, но она приносит свой плод, который нужен Богу, Бог поймает своих, я вот про что. Так, меня интересует оно, какая печаль, какие слезы, от меня конкретно, это мой труд, зато труд нападает на тебя, ты не можешь это вынести, у тебя несколько выходов, не иметь общения с нами, второе, не иметь общения, кто с нами нападает, и третий вопрос, согласиться, Бог это допускает, и Бог определит, где и за что. Он шел, попался разбойником, а за кого он страдал-то? А мы видим, где он будет, он будет в гостинице, на него наткнется благородный, милостердный, самарянин. Так нельзя, именно за Христа. Брали в советское время, когда наступило, в 1917-е, гонение от церковь, вообще не по порядку, жены, все шли под нож, а пиццерство, за кого они страдали, а там они обратились к Богу, там пришли, и никто там, ежок, ежовшина была, я говорю, все дело, что Сталину угодно, а теперь я сижу, расстрела жду, значит, есть Бог, вот и все, он долго терпит, но крепко бьет, но ко мне какое? Это мой труд, я вот так понимаю, через это приходят люди, а через это труд нападает на тебя, перетерпи, я тебе зло не делал, у нас хорошее отношение, лучше даже нельзя придумать, я ему зло сделал, и он мне теперь, говорит, беду каркает, вроде бы, да вы ответите за это, глупости-то, предел должен быть этой глупости, я его целый день пилю, вот она у шага неправильно сделает, вот показал, вот это делать нельзя, вот они поехали, грабли потопили, лучшие мои грабли, сказал, из руки его пускать, он за веревочку потянул, все, два дня ныряет и могут найти, да и только ли это, сколько я тебе сегодня замечаний сделал, даже вот здесь вот было, короткий зенец стоит, ты здоровый мужчина, 300 тысяч, только элементов еще не заплатил, работать не хочешь, я вот каждый день тыркаю, я говорю, ты убегать собираешься, нет? нет, не сдумай, тебе лучшего места для спасения тебе нет, хотя, говорю, для воспитания детей лучше потерять, ты их не найти, и поэтому, что, слезы, отольются, гнев рядом, Бог покарает, это ко мне никак не относится, это, я говорю, или с глубокого похмелест, буду нам, может человек, придумать только такое, тем более, от тебя слышит, а если это не относится, это мимо, но вы, наверное, себе задавали вопрос, интересно, почему все-таки, ведь, почему я хожу, почему никто не ходит, ну, нет, это же была такая, молодежка, молодежка, как я сказал, молодежка, не поиграл, вот, а почему, у меня мыслишка такая, не то, что почему, ну, потому что, там, еще с людьми общаюсь, все правильно, говорит, как же, узнайте их по плодам, вот, естественно, то есть, как бы, я понимаю, да, что вроде, сайта понимают, что люди, вот, вы все это привели, это я уже, уже в голове, все это я уже обдумал, что если даже одна душа пришла через сайт, все это, все уже оправданно, вот, но, там, не сбудуна, ничего, я человек, и у меня тоже, я говорю, я здесь, какие-то переживания, и вот, именно в данный момент, просто, накипело, вот, я сказал, а если, если, для вас это ничего, то это, ну, просто отлетело, нет, пока не уехал, я сказал, поэтому, для меня ничего и не значит, чтобы не было, он-то в себе это держит, а он сказал, значит, я тебя слушать не буду, теперь у него там внутри, Алексей сказал, что слезы отольются ему, когда они рядом, ты его душу, это он сказал, теперь ему скажи, что. А вы теперь, а вы теперь, и батюшка делал замечание, когда говорит снимать, ну, так и снимайте куда-то туда, то есть, зачем лишний раз-то вот это вот, я не пойму. Это он сделал, я ему не говорил еще раз, я не при чем, я вам это прошил. Вот, вы сейчас говорите, ему объясните, я ему сейчас объясняю, я ему говорю, ты пришел, лег спать спокойно, то есть, тебя никто ничего, но ты, апостол Павел говорит, я для всех сделал со всем, но, мы-то здесь сейчас, не мусульмане или кто-то, и там Христос, и здесь Христос, а как в этой ситуации быть? Ну, может быть, как-то немножко, чуть-чуть, там, мудрость включать какую-то, там, давайте не будем, специально на рожон-то лезть. Так, не надо, подожди, сейчас я тебе поясню, ты знаешь, что мы венчины в хоробляществе, нас отлучали, за что? За связь с баптистами, что я всю молодежь и был баптистом, все не надо, одного покажите, и Андрей Долгов, Андрей Федотович, пошел, а я его не видел, он вернулся к своим, да вы знаете, Игнатий, он с баптистами говорит, как они его принимают, они ни один уже в православии не хули, там, сибирская баптистская община, а они, а ты тоже, тебе тоже, Александр Иванович, и тебе туда же, туда же дорога будет, отлучится, а нас приучили, я понял, я называю старообрядчество, это огромный полигон захороненных, разрушенных талантов, я понял, никогда не дадут, епископа Максима Семенова, Михаила, что сделали канадские, он с ума сошел, с ума, просто, я, говорит, не могу не причаститься, ничего, наконец тронулся, пошел куда-то, а теперь апостол 20 века, а Семен Дурасов, твой отец и знает где-то, это 100 лет один старообрядчество, он бросает все силы уничтожить его, более свирепого общества, я вообще не знаю, ни одного сектанта, свирепое просто, одно не так, ты много страдал за Христа, да тебе хоть маленькое достанется, я тебе скажу, один из самых правильных выводов, это на берстеневке, отец Кирилл Сахаров, все по-старообрядчеству, все до единого, и шеф Коевой, и митрополит Корнили, первая грамота, которую получил человек, который московской патриархии, так он теперь, что, и Алфеев, и митрополит, это главный заместитель, патриарха Кирилла, и он тоже этой шапкой, и служит, ездит по-старообрядчески, я когда был, он большое слово, я там сказал, я говорю, вот это самое правильное положение, не единоверчество, нет, он прямо в патриархии, но все делает так, по старым книгам, поклону этим, все, следственничество все стоит, все так, но торговля так же, в храме, все так, но только он шире, он член Союза писателей, он талантлив, сколько у него людей, там откуда, вот все, что была ложь, она, естественно ложь, она не смогла, как говорится, устояться, она вся разрушилась, то, что права слагали, где, кого вы увидели, еще не то, вот я не говорю, и теперь смотри, когда Сталин, он говорит, поедем сегодня в Старообрядческий, старый скит у них, посмотрим, автобус призвал, но, когда вышли из автобуса, отец увидели, они сразу в ротах заперли, Старообрядческий, ты уходите, а отец говорит, батюшка, куда ты нас привез, он говорит, подождите, родные мои, наши, неконяне, эти новобрядцы, гнали их, они доведенные до отчаяния, люди сжигали себя, это не секрет, сожигавшиеся за раз полторы тысячи, а это всего лишь что-то закричали, да потерпите, любезные мои, да они, насколько же меньше нам зла сделают, да никакого зла им нету, они закрылись от нас, потому что добра никакого не видели, и он, знаешь, это коровыслы говорит, вот здесь плохо, а здесь хорошо, она выравнивается, тогда так, если все время хорошо, поднимает вверху, а Господь выравнивает, тебе дал Господь маленько пострадать, вот будь я в старообяществе, конкретно сейчас, я бы книги ни одной не написал, Христа православия бы не было, блаженного фифилакта, вот этого трехломника, не было, они переведены неправильно, это уж не кто-то говорил, а самый близкий, дед твой, один из самых больших старообляцев, один из самых больших моих друзей, которого сейчас дети, Федя обвиняют, дескать, отец был неправ, по порядку, что у нас детский лагерь, его бы не было второоблящицу, вот такой вот, как есть у нас, вот порядок, который у нас есть, везде, выступления по телевидению, по радио, где у меня было, это все отпадает, почему, потому что я не мог звать туда, где мертвое болото, мертвое, мы помним, беседовали у вас, когда в Новосибирске были, а собрались, там Андрей Федотович, я говорю, а в течение одного часа вам докажу, что из вас старообрядца ни одного нету, как они возмутились, да как, Андрей Федотович, уже полчаса прошло, говорит, я не старообрядец, я это понял, старообряд, вернемся к апостольским временам, вот это старо, а вы его не знаете, нигде о крестном знамени не написано, а Василий Велико говорит, знай без предания, я без крестного знамени никогда не молился, но я должен сказать, а как правильно, два или три, в обоих случаях, элемент ереси, потому что страдало, не божество, а божество бесстрастно, а что страдало? Человечество, поэтому первые христиане, они крестуют, рыбная, только одно было, Христос царствует, другой проповеди не было, на Олене цирка, на Колизее, вот и все, он сказал, для меня это никакого значения, никакого, он эту занозу понес, ему теперь я затесняю, на меня это не действует, потому что ты, мой племянник, ты не назовешь ни Малипусенького, чтобы я тебе сделал зло, и ты можешь припомнить только добро, которое Господь позволил сделать, я не называю, никакое еще ты сам знаешь, как не сделал зло, а крапиву я порол, мы вспоминаем, ни разу по пустякам не в этом, да, я отдал тебе хорошие листья, потому что тебе понравится, но ты все равно скажешь, да, это так, хорошую роль, да, в армию когда пошел, так что ты теперь разумей, это зло, которое он принял за зло, это не зло, добро, которое давит на него верхушка его, они не хотят, чтобы он такой был, они хотят, чтобы он был другой. Успокаивает в этой ситуации то, что лично каждый человек будет отвечать за себя, вот это вот единственное, что успокаивает, и все, понимаешь, мы можем находиться в разных, как сейчас принято, юрисдикциях, системах, я не знаю, чему угодно можно обозвать, в территориях, как ты считаешь, это деноминация на офисе, это я называю два слова, две крышки, которыми прикрыться слово ересь, так ничего не было, а Леша я не причинил никакого зла, совершенно, и не желал, а что, из того, что я делаю, и люди извлекают, и на него направляют, это их дело, я за это не отвечаю, как они поняли, вот так мы это покажем, по-прежнему, в молитве, конечно, и у тебя хоть раз говорил, переходить на родственство, переходить на авторитет, у нас никогда не было, у нас никогда не было, у нас равняться, вода пропадет, ты лети, переходи к нам, все, за 300 лет ни одного миссионера, ни одного, и не может там быть, благословен Господь, молись, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, за это тихо-медное время, за эту возможность, встретиться, Господи, поговорить, укрепиться в вере, Господи, благодарим Тебя, за Твою кровь, которую Ты пролил на кресте, чтобы мы спаслись, Господи, чтобы у нас была возможность спастись, Господи, укрепи нас вере здесь на земле, дай нам быть крепкими, исполнять волю Твою Святую Господь, узнать ее из Твоего Слова, из Писания, которое Ты нам оставил, Господи, и в конце нашей жизни быть достойными Царства Того Небесного, Которого Ты обещал всем верующим в Тебе, Тебе за все вечное, слава, Отец и мой Святой Дух, Аминь, Бога слава, убедись теперь, я не сделал никакого, делая зло, которое не знает Бога, и поэтому, а вот они напали за это, я не буду выставлять что-то, я выставляю, у меня 12 тысяч роликов, я могу показать, а в одном лагере, это к 475 роликов. Алексей, ты видишь, как дети ведут себя в храм, ты был в храмах вообще, ты видишь, как дети там себя ведут, и как твои дети ведут, и как люди на это все смотрят, я не Бога славен. Я-то ничего не придумываю, я говорю, я просто решил, ну не решил, я знаю, что решил проверить его программу, но оказалось, она работает, он же сказал, что говорит, молиться надо вместе, и все, то есть почему дети себя ведут, это результат того, что дома вместе не молятся, а ко мне подходит, и говорит, к жене моей, ой, а как вот, ну что вот сделать, вот скажите, чтобы вот дети вот так, то есть уже спрашивают, мне смешно, как будто мы такие там эксперты, а всего просто говорит, а вы дома молитесь вместе, просто, просто молиться вместе, То есть вы дома тоже с детьми так же можете сидеть? Ну конечно, больше ничего не надо, я просто решил проповедить. Так, сейчас скажи, я тебе зло делал про кого-нибудь? Зло? Нет. Нет, никогда не было, а ты еще придумал. И теперь ждите, все-таки Бог покарает вас, вроде такую мысль подаешь. Но это он как бы с горяча сказал, но ты мне же действительно уже переживаешь. И такого отношения я не имею к тому, как кто на него попадает. Вот я выступаю, я говорю, в проповеди. Я говорю это ко всем. Выходит человек, вы все-таки про меня. Миша Никитин. А отец Александр был желтухим. Он говорит, Миша, а я подумал, Игнатий про меня, говорит. Я же никого не называл. Я ответил так, как мне положено на сердце. Зачем вы ко мне под язык залазите? Пусть. Прежде чем говорить здесь, как говорят, отец Геннадий Пас говорит, много нападал на Игнатия, только ничего не получилось. Почему? Ваша безукоризменно спасает вас. За мной ничего нигде нет. Ни КГБ, ни МВД, никто нигде ничего не нашли. Нету, не было. А можно спросить. Леша, а были уже случаи, когда за молитву с Никонянами, прям конкретно у вас там обучали, или нету, тыс проектов, друзей, знакомых, торопляет? Да нет. Ну это и есть, это практикуется. Поэтому это серьезно. Пусть ждут наказания те, кто делает зло. Вот кто делает. Они из этого вывод делают какой. А не конкретно. Вот он пришел, стоит в храме. Его увидели, он стоит. Они нападают. Что в это время он делал? Быр. Сидел, как его родители сидят. Мы же беременны находимся. Он стоит, дети приезжают со храма. Что он сделал не так? Это злоба. Дьявольская злоба. Ни одного священника, почти у старобрядцев, нету, чтобы в стройке поставлен был. До 30 лет по сегодняшний день. Такие каноны. Да, крестят. А приобретают как? Шресмешанные браки. Кого не посмотришь. А что она пришла, допустим, это, ну, или там, Ангелина, брата-то где-то. Что-то, или Катерина там пошла за ним. Она ничего не знала старобрядческого, все довершили, как капюшку загрившую. Довершили, чтобы не промокло. Ничего это не дает. Приобретают вероотслышание, а слышание не от басин. Не от Авакума, не от Никона, а от Слова Божия. А его не знают. А, с Библией носитесь, как баптисты. Это им это надо. Приехали не кто-то, я уж тебе родственник твой, дядя, Федор, Сергей. Они у меня в лагере были вместе. И приехал его. Вова дал Бог. Не все были, и долгов было, не все тут были. Они все были. И приехали в Белое, там, у них, это, церковь, или как называют, Белое Украинство. Белое Украинство. Ну, на Украине. И там были, говорят, Библию, кто считает, с ума сходит. Приехали, доказывают. Что-то, Бог, на кого они напали-то? Селезенку, что ли, отбили? Чуть не так вызвал бы я тебе. По сегодняшний день. Что пьют старобрядцев такое-то везде. Это у них даже ни за что не считается. А у нас слухой закон. Что они с нами? В чем они нас упрекнут? Где? Кто-то пил или видели на столе. А почему у вас горько не кричат? А там кричали горько? Кричали. У нас ни горького нет. А горько кричать. У нас пытался один, там, Никифор Абрамович. На одной ноге был старобрядцев. Я говорю, нет. Ну, ты все на этом. Сахар насыпали, да? Ага. Подсластили. Самое главное, вот, ну, это я от вас узнал. Вы сказали в Евангелии от Иоанна 12.48, что мы будем судимы по Слову Божию. Вот, я говорю, опять же, вот это вот успокаивает. Все. То есть, потому что, я еще раз повторю, я говорю, я не виноват в том, что там произошло. Но я в этой семье родился. Я не собираюсь никогда там переходить что-то. Но я узнал больше. Вот, и Бог вот судить по Слову. Я это горько не написал. И он мне в ответ, когда этого, вы много мне открыли, нового, интересного, полезного. У меня письмо от него. Да еще письмо. Тогда я уже решил написать. У нас вот такие есть. Можно ли им ходить? А то нападают. Нет. Причина та, что вы считаете равноспасительным 2 и 3 персона. Ну, это... Это человек талантливый. Писатель. Это, мне кажется, знаете, что-то надо написать, потому что, ну... Его сметут сразу, если он разрешит. Да. Вот если у одного Андрея был, сначала маленький, вдруг внезапно умирает, а я вместе за два написал, ему не ужить, он умрет. Умрет каким-то путем. Мне кажется, и даже я говорю, у нас, я говорю, Путин бы мог. Да, ну нельзя так ничего решать. А те, кто вот так вот решал, там, вот это... Я просто имя его слышал, сейчас сказать, даже историю не знал, кого вы называли. Там, генералов каких-то, там, что-то посел. То есть, это уже путь какой-то уже недобрый. Путин не идет таким путем. Он, ну, не знаю, по крайней мере, там, в храме стоит, там, верующий в неверующий. У него другой путь. А у него глазик-то это... Один из меня что-то сказал. Он говорит, только в Западе Христа помогут экономические и другие вопросы. А если бы так, он у всех бы перестрелял, и все бы давно. Но только этот путь, он к разрушению ведет. То есть, его потом убьют также. Поэтому он не идет. Поэтому слушает или не слушает, я обязан говорить. Я не так два раза сказал. И все, нет, это два раза не может быть. Даже плода не приносят. Он говорит, а бы сейчас на следующий год. Будет или не буду слушать. Поэтому... То есть, как я понял, что зло, это когда ты знаешь, что человек страдает от того, что ему нельзя с Николайом молиться, и кто-то узнает из верхушки, его будет за это же понять. И человек, зная ваши переживания, и насильно снимает за это, ну, как бы это... Как бы, чтобы пакость вам так не подбирать. Он такой же момент же и есть такой момент. Ну, вот ты. Да. Он, во-первых, не знал про это. Много лет назад я тоже про это не знал, и тоже снимал в храме людей, которые закрывались. Меня это удивило. И мне Игнать Тихонич не давал никакого поручения и снимай там специально, там, старообрядцев, чтобы вот они узнали. Я не дали камеру, я снимаю, так же, как он. Потом, что было, сестра твоя? Мария подошла, как... И у нас конфликт, помни ли, тут был. Не помнишь? Я был в вас, где-то вахнул. А тебя не было. Та же самая история, помните? Что? Тогда Мамария пришла, Бауна. Да. Началось-то с того, что я уже снимал. Да-да. Та же самая ситуация. Не надо тебе, не надо, отошел, да и все. Ну, понятно. Похоже, забор. Вот я ни разу не был, чтобы я обратился в церковь. Так, снимать можно только по разрешению настоятеля, что за съемку 50 рублей. О чем речь идет? В музей заходить, в ограде снимать нельзя. Съемка 50, там, 150 рублей. Вот еще речь идет, есть о Мамоне. Пока Мамона не подостатываешь в определенное место, все, нет. Я подошел к Медрополиту, приехала она Райхан, казашка, а была у свидетеля Егора. И наткнулась на меня, и все, теперь хрестилась, и духовный отец, духовный отец. Мы пришли к Медрополиту, Сергия. Я говорю, мы сейчас по всем храмам едем, благословите, чтобы снимать могли. А потом вместе священник забунтовал, а он не совсем прокрестился, он не против интернета, только в телевидение, чтобы не попало. Понятно. Он даже не понял, о чем вы. Вот так. Ты нас возил? Нет, он мне потом звонил и говорит, передай своим друзьям, чтобы меня только в телевизор пришли, чтобы меня не выстроили. А все посмотрят, он это говорит, так, мы даже в храме сказали, он это делом занимается. При чем тут я? А я при чем тут? У меня благословения, я снимаю, нужды нету. Я знаю, что Бог решает. Малозначащий камушек будет победа в лоб. Галиаху залепит. И потому самое незначительное, где-то вот это вот, мы беседу, мы с сыном решили никогда в интернете заходить. И вдруг на вас напали, теперь мы не вылазим. Как этот Ездор-то был, он говорит, я как подсел на вашей здесь, или еще приехал, а человек-то другой национальности совсем. Да и Ездор батюшка крестил, впервые можно за 2000 лет, его списка святых-то нету. Вот Бог так сделал. И поэтому я, чтобы ему, да Господь с тобой. Право. Доброе намерение он снимал, показать людям, что ты уж на него звоните, да? Нет, 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 нет. Зло это вот я ему... Потому что твои дети, это пример. Как раз ты, я считаю, что... Ну все, расходи. Так, прыгающийся в бой, нет прыгающийся. Давай, перейдите. Себя горлян отдал? Нет. Надо ест. Спасибо. Доброе утро, шли. Познакомьтесь.